МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в нашем выпуске. На старт, внимание, как в Чувашии готовятся к чемпионату Европы по легкой атлетике. Будьте здоровы, в республике проходит диспансеризация участников Великой Отечественной войны. Классика в новом воплощении. В Чебоксарах состоялась премьера музыкально-поэтического проекта Нерспиана. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве, где принимают участие в ежегодном семинаре для руководителей регионов на тему «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики». От Чувашии в его работе также участвуют председатель Госсовета Юрий Попов и руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Перед участниками семинара уже выступил президент России Владимир Путин. Он проанализировал экономическую ситуацию в стране и определил роль и задачи регионов на нынешнем этапе. Сегодня обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов и лучшие практики в этой сфере. Министр экономического развития России положительно оценил опыт Чувашии по развитию моногородов и созданию благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства. Алексей Улюкаев также подтвердил, что фонд развития моногородов продолжит свою деятельность. Для оказания государственной поддержки в 2015 году отобраны пять моногородов, в числе которых и Канаж. Между ними распределят 30 миллиардов рублей. А в Чувашии определили лучших государственных и муниципальных служащих. Конкурс проходил в конце прошлого года. Претенденты защищали свои работы и предлагали новые проекты по улучшению реализации государственной политики. Сегодня на торжественной церемонии стали известны имена победителей. Стать лучшим государственным служащим значит подтвердить свою высокую квалификацию. Поэтому конкурс, который проводится уже четвертый раз, вызывает большой интерес среди потенциальных участников. Стать победителем получается у тех, кто ежедневно работает над достижением высоких результатов в профессиональной сфере и вносит свой вклад в развитие региона. Наверное, любой день любого человека начинается с того, как во многих местах говорится, когда ты идешь, наверное, с удовольствием на работу. Есть работа плановая, есть работа экстренная. Если делить вот по таким критериям, наверное, нашу работу работников всех министерств, я бы хотела бы, наверное, отметить, что на работы наши в основном происходит в экстренном режиме. Мы порой даже не знаем, где рабочий день наш начнется, где закончится. За звание лучшего государственного гражданского служащего в этом году боролись 18 человек из 15 госорганов. За звание лучшего муниципального служащего 51 участник. В результате лучшим госслужащим была названа Нина Емельянова, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрав соцразвития Чувашии. Лучшим муниципальным служащим городского округа – начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Канаш Искандер Менгалеев. А лучшим муниципальным служащим поселения – заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Парецкого района Людмила Канылина. Подобные конкурсы дают огромный толчок для внедрения новых идей, для того, чтобы в последующем познать опыт других муниципалитетов и попробовать все самое лучшее соединить у себя, то есть непосредственно в городе Канаш. В этом отношении в процессе общения с коллегами, которые участвовали в этом конкурсе, почерпнуло очень много полезного, о чем хотел бы рассказать непосредственно в своем муниципалитете. И, надеюсь, тот положительный опыт, с которым мне удалось ознакомиться, мы его у себя в городе Канаш благополучно реализуем. Все были в равных условиях, вот я попрошу в этом не сомневаться. Я изначально сказал, вы уже для себя победители, могу это сто раз повторить, и знаю, что это на самом деле так. Все участники конкурса будут включены в кадровый резерв управленческих кадров Чувашской республики. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Прошедший год запомнится жителям Янтиковского района успехами в области сельского хозяйства. Высокий сбор зерновых культур, объемы производства молочной продукции. Этим сумели отличиться сельские фермеры. И впереди у них большие планы. С рабочим визитом в Янтиковском районе побывала наша съемочная группа. Бренд «Оконт Агро» хорошо известен в Чувашии и за ее пределами. Причем в прошлом году им был присвоен знак качества «Лучшее детям». В настоящее время фирма специализируется на выпуске молочной продукции, перерабатывая в день около 14 тысяч литров сырого молока. Но уже с февраля ожидается расширение. Планируем наращивать ассортимент продукции. В этом году идет у нас уже разработка разных видов сыров. Планируем разные виды. Но тоже примерно в апреле месяце, но и виды продукции будут, наверное, в количестве примерно двух-трех видов. Небольшие проблемы пока с сырым молоком. Его, по словам директора, пока не хватает. Приходится закупать на стороне. Но у производителей в том же Янтиковском районе. Житель деревни Новая Ишина Сергей Хумышев сумел своими силами построить фермерское хозяйство на месте когда-то развалившегося колхоза. Начал работать с 2008 года. Сначала тут ничего не было. Мы потихонечку начали строиться, начали закупать коров. Сначала одну ферму построили, потом вторую, сейчас третью собираемся потихонечку. Работаем. Отец Сергея – бывший председатель колхоза, мать – ветеринар. Неудивительно, что и сын потянулся к сельскому хозяйству. Начал с 50 коров, а сейчас их уже 150. К тому же фермер планирует удвоить количество животных. Кроме молочной продукции, на ферме также имеется 8 единиц различной сельхозтехники. Ее подготовка к посевным уже началась. И ферма Хумышевых – не единственное сельхозпредприятие в районе, где работают не покладая рук, поэтому итоги года выглядят убедительно. 2014 год для меня запомнился хорошими, большими успехами работников сельскохозяйства. В прошлом году мы получили валы из борзин новых культур 17 700 тонн. И картофеля – 11 500 тонн. Это для нашего района большой показатель. Выросло и производство молока. Если в прошлом году с каждой фуражной коровы было получено около 5000 килограммов молока, то сейчас уже есть хозяйство, которое перешагнули и 6000 рубеж. В этом году фермеры ожидают не меньшие показатели. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. Итоги социально-экономического развития подвели и в Ядринском районе. В центре внимания – агропромышленный комплекс. В хозяйствах произвели больше мяса и молока. Недавно в муниципалитете начали строительство нового коровника на 500 голов. О других позитивных тенденциях развития Ядрина – сюжет Дмитрия Ковалева. В последние годы на модернизацию районной больницы было направлено сотни миллионов рублей. Недавняя покупка – прибор для изучения состава крови. Современным аппаратным комплексом оборудованный операционный блок. Сейчас муниципальная клиника ничем не уступает Чебоксарским. В прошлом году здесь отремонтировали кровлю, а в ближайшее время планируют обновить и фасад больницы. В прошлом году получили 26 миллионов средств, что тоже пошло на улучшение материально-технической базы. Нам очень повезло, что мы попали в дорожную программу. По этой федеральной программе наше отделение оснастили самым современным оборудованием. Это дыхательная аппаратура. У нас в отделении есть практически все для оказания квалифицированной специализированной помощи. Сейчас больница обслуживает не только муниципалитет. Сюда доставляют и пациентов, которые пострадали в ДТП на федеральной трассе. Налажена связь с чебоксарскими медиками. В особых случаях в Ядрин они прилетают уже через 40 минут. Это один из таких. На мониторе снимок головного мозга пациента, который сюда поступил две недели назад. Травма оказалась серьезной. Операцию тогда провели столичные специалисты. Да-да, оперативно прислали. В ту же минуту она до них дошла. Сделали к ним звонок, сообщили данные на пациента. И они приняли решение срочно приехать, принести оперативное вмешательство. Все, и буквально видите, уже на следующий день, на следующий день контрольные семьи сделали, все замечательно. В больнице делают ставку на омоложение кадров. Необходимо принять еще семерых специалистов. Причем двум семьям в городе готовы предоставить и бесплатное жилье. Квартиры для врачей строят в этом доме. Сюда же переселят те, кто сейчас проживает в бараках. Новоселье они сыграют уже этой весной. Вот эта квартира у нас создается по ветхалорийному жилью. Для жильцов у нас газовая плита, представляется газовый котел, индивидуальное отопление, мойка. Вот все как бы здесь оборудовано. Также сам узлы, все прям, все сдается в готовом состоянии. Стоимость на сегодняшний день в районе 29 тысяч за квадрат. В этом году в городе сдадут еще два новых дома. Второй этап программы переселения из аварийного и ветхого жилья планируют завершить уже к августу. В Ядрине до лета намерены построить еще 15 квартир. И еще останется у нас на третий этап. Это получается 15-17 года четыре квартирных дома. Это там порядка тысячи квадратных метров. Проблемы с очередями в детские сады в муниципалитете были решены в конце прошлого года. В декабре в Ядрине открыли новый садик. Сейчас его посещают более 150 ребят. Каждый день для них проводят уроки физкультуры, музыки и обучают грамоте. Воспитанники уже привыкли к гостям, сюда они приходят часто. Но в этот раз все внимание приковано к нашему оператору и его камере. Демографическая обстановка в Ядрине улучшается, заметно увеличивается рождаемость. Власти не исключают, что в городе придется строить еще один детский сад. А в ближайшие годы в Ядрине планируют реконструировать и это здание. Здесь расположена первая городская школа. Оно было возведено еще в 50-е годы и уже давно требует капитального ремонта. Проект уже разрабатывается. Но в планах этого года модернизация спортивных залов. Прошлым летом они были отремонтированы в трех учебных заведениях района. Медриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Общественная палата Чувашской Республики провела первое в этом году заседание. Его участники обсудили послание президента России Владимира Путина и главы Чувашии Михаила Игнатьева. А также утвердили план работы на первое полугодие 2015 года. Общественная палата Чувашии призвана наладить взаимодействие жителей республики и органов власти. Одним из условий достижения этой цели является формирование гражданского общества. Форум некоммерческих организаций, который прошел в декабре 2014 года, показал, что работу в этом направлении необходимо активизировать. Говорить о том, что у нас гражданское общество в республике находится в таких очень развитых, наверное, сложно говорить. Но и сказать, что его тоже не существует, нельзя. Поэтому, видимо, наша задача, чтобы состояние гражданского общества, чтобы участие граждан в решении тех или иных проблем, оно повышалось, потому что, я думаю, еще оно недостаточно высокое. Причем, ведь гражданское общество – это не только интересы граждан, но это и интересы государства, потому что оно заинтересовано в том, чтобы граждане как можно активно участвовали. Здесь движение должно быть взаимно. Я думаю, нам много надо работать, чтобы уровень гражданского общества был достаточно высоким. Общественная палата выстраивает свою работу, исходя из проблем, которые поднимают граждане и общественные организации. Также члены палаты взяли на вооружение проблемы и задачи, которые в своих посланиях обозначили Владимир Путин и Михаил Игнатьев. В каждом из них прозвучали слова о развитии Института гражданского общества. И то, что начинается это в период сложный для Российской Федерации в целом, это послание, оно показывает, в какой непростой ситуации сегодня надо создавать те институты, которые будут вдохновлять и создавать единство нашего народа и всех национальностей, которые проживают в Чувашии, в Российской Федерации. И в этом контексте своевременно, очень зрело прозвучали эти мысли. Ну и, конечно, общественная палата, как орган, связующий общество и государство, не просто должна пропагандировать эти идеи. Общественная палата также деятельно должна участвовать в реализации этих проектов. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Они не привыкли жаловаться на здоровье, как, впрочем, и вообще жаловаться. Однако возраст делает свое дело, ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Каждый год в Чувашии проводят диспансеризацию участников Второй мировой. Вместе с бригадой врачей у одного бравого солдата побывала и наша съемочная группа. Василий Алексеевич встречает целую бригаду людей в белых халатах, запыхавшихся после подъема на пятый этаж. 93-летний ветеран отмечает, теперь у него самого одышка, а еще несколько лет назад поднимался бегом. Ему не привыкать. Часть пути из Германии, куда его угнали на работы, домой вместе с товарищами он шел пешком. В армию Василия Алексеевича призвали еще до войны. Первый бой он принял в должности минометчика в Крыму. Напали на нас немцы, там на Керсть, и нас бросили в составе этих курсов на фронт. Немцы бомбили, голову не поднять. Потом пошла танковая атака немецкая. Я, например, как минометчик и что мог. Я сказал, я до этого еще раз стрелял, 7 мин. Там больше мин не было. Мне оставалось, как вообще всем, только бежать. Дальше была осада в Джамушкайских каменоломнях, плен, концлагерь, побег, опять плен. О победе Василию Алексеевичу сообщили союзные войска. Американцы, они видят, мы знаки, понимаешь, носили. Они пошли-пошли к нам, поставили водки и напились. Здоровье позволило и 24 года проработать на Крайнем Севере. В Магадане он добывал золото. И долго и счастливо жить с супругой, чувашской писательницей Зоей Нестеровой. Сейчас немного кружится голова, а еще уши почти не слышат, признается бывший участник войны врачам. Руки, ноги у вас работают нормально, более-менее. Хорошо, поясница еще болит, да? Побаливает? Диспансеризация участников войны в Чувашии проходит каждый год. На дом к ветеранам выезжают специалисты узкого профиля. На дому же снимают кардиограмму, делают УЗИ и другие необходимые обследования. Если раньше мы ежегодно осматривали инвалидов, участников Великой Отечественной войны, то уже последние два года в этот план ежегодного обследования включены и ветераны тыла, лица жителей блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние УЗИКи концлагерей. Осматривают ветерана, врачи, акулисты, офтальмологи, неврологи, хирурги, урологи, акушеры, гинекологи. И таким образом мы можем составить полную картину о состоянии здоровья пациента и дать ему индивидуальные рекомендации по сохранению своего здоровья, активному долголетию. В случае необходимости составляется план лечения. Диспансеризацию могут пройти и те, кто живет не по месту прописки. Для этого необходимо сообщить данные участника войны и его место фактического проживания. К примеру, по телефону горячей линии 45 39 74 или 22 48 91. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Дорожную рабочую сбила насмерть иномарка на пешеходном переходе в Чебоксарах. ЧП произошло на президентском бульваре. Женщина чистила снег и решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несколько машин остановилось, а 21-летний водитель иномарки пешехода не заметил. 63-летняя женщина получила тяжелые травмы и спустя несколько часов скончалась в больнице. Стаж вождения молодого человека чуть более двух лет. И за это время его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает ГИБДД по Чувашии. В Чебоксарах вынесли приговор бывшему сотруднику колонии, которого обвинили в совершении коррупционных преступлений. Бывшего сотрудника колонии номер один признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взяток. Ему назначено наказание, лишение свободы на 4 года и штраф в размере 250 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что с мая по август прошлого года сотрудник колонии, находясь на территории указанного исправительного учреждения в городе Чебоксары, изымал у заключенных сотовые телефоны, которые им запрещено иметь. Однако в нарушении действующих инструкций рапорта об этом не составлял и не ставил об этом высшестоящее руководство, а возвращал их осужденным за взятки. Так, например, один заключенный перечислил на указанный обвиняемым номер мобильного телефона 4 тысячи рублей, а другого, сотрудник колонии, получил 5 тысяч рублей через знакомый осужденного у одного из торговых центров в Новоюжном районе города Чебоксары, после чего его противоправные действия были пресечены сотрудниками оперативного отдела из правительной колонии номер один. В ходе следствия было установлено, что еще троим сотрудник колонии незаконно вернул изъятые у них сотовые телефоны и потребовал за них взятки на общую сумму 9,5 тысяч рублей. Однако реализовать свой преступный умысел до конца не смог. Чебоксары готовятся принять очередное широкомасштабное спортивное мероприятие. В канун Дня Республики на Олимпийском стадионе встретятся лучшие легкоатлеты Европы, чтобы определить сильнейшего. Организационные вопросы сегодня обсудили на рабочей встрече с председателем Кабинета Министров Республики Иваном Маториным. Уже начался выпуск печатной продукции с эмблемами чемпионата. А 20 февраля начнется продажа билетов. В апреле ожидается очередной визит проверочной комиссии руководителей делегаций, которые оценят подготовительную работу. Работа проводится с неким отставанием от графика, но она не критическая. Самое главное, основные работы мы успели сделать осенью, сезонные работы. И в принципе есть уверенность в том, что к концу мая окончательно под ключ все работы будут завершены. Командный чемпионат посетят представители 12 стран, поэтому не могли оставить без внимания транспортное обеспечение участников. Будет созданы 4 международных чартерных рейса, причем аэропорт тоже ждут преобразования. Пока же возобновилась продажа авиабилетов в Самару в рамках программы развития региональных перевозок в ПФО. Перелеты будет выполнять авиакомпания Оренбуржья на воздушном судне Л-410 вместимостью 17 человек, сообщается на официальном сайте аэропорта. Рейсы будут осуществляться с 3 февраля три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Напомню, с 23 января стартовала продажа билетов на рейсы по маршруту Чебоксара-Уфа. Перевозку пассажиров выполняет компания Авиаменеджмент Групп. Талантливый человек талантлив во всем. На днях исполнилось 115 лет со дня рождения писателя и врача Петра Осипова. Этого человека природа одарила щедро. Известный ученый и драматург, писатель, музыкант, актер и режиссер, врач, кандидат медицинских наук и общественный деятель. Все это о Петре Осипове. Писать он начал в 16 лет. Создал более двух десятков пьес, которые вошли в Золотой фонд чувашской драматургии. Вкладом в чувашскую литературу стал его роман «Ипопея» Ильгеевы. Помимо всего прочего, известный драматург был одним из основателей Национального театра. И вместе с Максимовым Кошкинским принимал самое активное участие в его организации. Впоследствии Петр Николаевич проявил себя как талантливый разноплановый актер. С успехом исполнял роли и комического, и драматического плана. В центре «Чувашская книга» Национальной библиотеки Чувашской республики работает выставка, где все желающие могут прочитать произведения и узнать еще много интересного из жизни Петра Осипова. Год Константина Иванова в Чувашии запомнится жителям республики интересными событиями и проектами. Старт культурному марафону дали в Государственной филармонии, где состоялась премьера музыкально-поэтического проекта «Нарспиана». На первом показе побывала и наша съемочная группа. В этом году основоположнику Чувашской художественной литературы, поэту и переводчику Константину Васильевичу Иванову исполняется 125 лет. Его творчество – культурное наследие чувашского народа. В Государственном историческом архиве хранятся документы и книги, принадлежавшие поэту, переводы произведений. Представленные на вечере коллекции, все желающие смогли ознакомиться с особо ценными документами. В наших фондах мы обнаружили документы, подлинные документы Константина Иванова. Это документы, как он учился в Симбирской школе, как поступал. Потом, впоследствии, он как там работал, переводил книги по настоянию Ивана Яковлевича Яковлева. И, конечно, потом, в 1966 году учредили премию имени Константина Иванова. Главное творение Иванова, безусловно, бессмертная поэма Норспи. По ее мотивам написаны пьесы, поставлена опера и мюзикл. И вот сейчас Марисий Клашкин создал музыкально-поэтический проект Норспиано. Он постарался сохранить особенности чувашского стихосложения Константина Иванова и музыку чувашской речи. Прочитав поэм Норспи, вдруг меня осенила такая мысль о том, чтобы создать композиционное построение, которое мы назвали музыкально-поэтической реминесценцией. Как бы воспоминания тех лет, когда звучал Норспи, как будто мы испытываем те же чувства и Сетнера, и Норспи, того же, так скажем, деспота, тахтамана, который, понимаете, и большое сожаление вызывает образ Норспи. В основу музыкального спектакля легли произведения знаменитых чувашских композиторов Федора Павлова, Анисима Сломаса, Норспи из оперы Григория Хирбю, хоровой цикл «Слагбарские песни» и кантаты Сильби Федора Васильева и другие. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь и желаю вам хороших выходных. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова